Дорогие друзья, начинаем наш ежедневный обзор рынка. Сегодня у нас 12 декабря, вторник, день выхода CPI номеров. Завтра, напоминаю, у нас заседание ФРС, которое суммирует сегодняшние результаты по CPI. Поэтому это такие два последних значимых события уходящего года. И в зависимости от них, рынок предпримет какое-то движение. Либо это будет наверх продолжение движения, либо это будет какое-то движение вниз, как так называемый профит-текинг в рамках декабрьского эффекта. Опять же, если мы смотрим на номера прошлой недели, то вышедшие имплоймент номера в пятницу показали некую силу в рынке труда, показали снижение безработицы до 3,7%. Показали небывалый предварительный рост уверенности потребителей, которая выросла выше 69 пунктов. Поэтому в целом опять входит в силу сценарий мягкой посадки, которая, в принципе, говорит нам о том, что рынок труда по-прежнему остается сильным, в то время как инфляция падает. Я надеюсь, что сегодня мы увидим номера по инфляции, скажем так, такие, какие они были в прошлый раз в октябре месяце. Опять же, это были самые низкие номера по инфляции с 2021 года. Опять же, с месяца к месяцу инфляция не выросла, поэтому надеюсь увидеть подобные номера. И как результат мы можем увидеть позитивную реакцию рынка на это. Поэтому в целом многие инвесторы сейчас меняют свои прогнозы на 2024 год, давая более позитивные прогнозы, чем ранее. И самые оптимистичные аналитики дают по S&P прогноз 5200 на 2024 год. Опять же, если мы говорим о перспективах снижения процентной ставки, то, опять же, скорее всего, мы этого не увидим. Поскольку, если мы не видим каких-то проблем с точки зрения замедления экономики, то, скорее всего, и какого-то значимого снижения процентной ставки не будет. Это как Федеральный резерв изначально в своей карте на 2024 год говорил о том, что процентная ставка понизится два раза по четверть процента, то бишь на полпроцента. В то время как результаты по фьючерсам говорят о том, что ставка будет снижена на 1% и уже первое снижение может произойти в марте месяце. Вероятность этого события составляла, по крайней мере, до выхода и плоймента номеров в пятницу 47%. Поэтому тут мы видим явное разногласие среди участников рынка. И я, наверное, все же останусь в пользу Федерального резерва, поскольку если не будет необходимых на то причин для снижения ставки и экономика будет держаться сильно, то, наверное, как говорится, higher for longer, этот постулат останется у нас в силе достаточно долго. И некоторые экономисты говорят нам о том, что высокая процентная ставка может держаться длительное время и мы, возможно, вошли в тот цикл, при котором нужно будет учиться жить при высокой процентной ставке, дабы удержать инфляцию на достаточно таких вменяемых уровнях, как хочет Федеральный резерв, 2%. Но, опять же, в Китае сейчас мы видим ряд дефляционных моментов, которые тоже не бывают такими, не столь позитивны для экономики, поскольку, когда цены опускаются, прибыли компании тоже падают. Поэтому, я думаю, мы, скорее всего, дефляционных моментов пока не увидим в силу того, что у нас рынок труда достаточно сильный, поэтому Федеральный резерв, я думаю, понимает, что делает рынок, и в целом ситуация под контролем. А с точки зрения рынка, мы в целом по S&P закрепились выше отметки 4600, что, в принципе, достаточно позитивно. Рынок находится в состоянии консолидации и, как я уже сказал, ожидает выход из сегодняшних номеров и завтрашнего заседания ФАЭС. Если же у нас все будет, как хотелось бы, то, я думаю, мы пойдем на новый хай, хай, который у нас был established в январе 2022 года. Мы пойдем на пробой того нового хая. Это будет означать продолжение обычного рынка, если мы пробьем вот тот хай. Опять же, это самый оптимистичный сценарий, и, как бы, я надеюсь, что он будет в силе. С точки зрения квартальных отчетов, они в большей степени уже у нас закончены, и сейчас у нас идет отыгрыш, скажем, фиксация прибыли в акциях Magnificent 7. Они ведут себя слабее, чем более широкий рынок. Мы уже видим не первый день к ряду, что у нас акции Meta, Microsoft, Apple падают. Падают. Вчера после закрытия вышел отчет Oracle, который оказался не таким оптимистичным, как хотелось бы. Акции компании падают на 7% после этого отчета. Но сейчас пару вещей, на которые я бы хотел обратить внимание, которые у нас действительно очень важны, и, наверное, которые будут играть важную роль в 2024 году. Ну, опять же, как, наверное, вы понимаете, мы поговорим об искусственном интеллекте. А если вначале мы видели, что у нас росли, как говорится, акции NVIDIA, росли акции Microsoft, CRM, как ключевые игроки в искусственном интеллекте, потом к ним подтянулись акции софтверных компаний, которые тоже имеют дело с искусственным интеллектом, и такие компании, как Snow, которая является одним из лидеров, показала очень хорошую динамику, практически вернулась на свой годовой максимум, хотя она откатывалась. Если мы посмотрим, то большинство акций, те самые, дарвинг с 2020-2021 и начала 2020-2021 годов, они начинают возвращаться. То есть у этих акций начинает проявляться некая сила, и инвесторы начинают их покупать. И, наверное, все-таки ситуация, которой опасались, что замедление экономики не позволит многим крупным компаниям подписываться на услуги софтверных компаний, это, наверное, уже позади. Динамика показывает улучшения. И вот мы видим такие компании, как Snow, как ESTC, которая на отчете выросла. Эти все компании начинают подниматься туда, где они были, на самом деле, в 2021 году, когда они достигали своего максимума. И в целом, за некоторым исключением, акции показывают неплохую динамику, особенно в том случае, если действительно результаты их позитивны. Можно в этой же связи упомянуть компанию Дедок, которая тоже у нас находится практически на своих локальных максимумах, 120 долларов ее максимум. Ну, NET в меньшей степени, DTD в меньшей степени. Но, опять же, мы видим некие проблески, которые нам показывают на то, что искусственный интеллект будет помогать компаниям, снижать их стоимость, замещать, повышать эффективность. И вот искусственный интеллект – это действительно та важная часть, которая, наверное, позволит рынку в следующем году достичь уровня 5200, как считает Oppenheimer. И Fundstat – это два самых оптимистичных прогноза. Ну, как обычно, JP Morgan – самый негативный прогноз – 4200. Ну, опять же, вот у нас промелькнул сигнал, который работает в 100% случаев. Этот сигнал промелькнул на прошлой неделе, по-моему, позапрошлую пятницу. Это сигнал, который показал, что 60% S&P компаний находится на 20-дневном максимуме. И этот сигнал говорит нам в пользу того, что на 100% рынок в следующем году будет подниматься. И, как показывает статистика, этот подъем можно ожидать на уровне 18%, что на текущих уровнях, ну, где-то даже выше, чем 5200, чем самый оптимистичный прогноз. Поэтому сейчас, в целом, многие тоже говорят о том, что компании малой капитализации должны быть тоже бенефициарами процесса снижения процентной ставки, снижения доходности по 20-летним облигациям. Кстати, давайте посмотрим, где у нас доходность. Доходность находится 4,23. После вот сильного employment отчета в пятницу эта доходность выросла. Она выросла немного и вчера, но все равно как бы находится намного ниже, чем она была на своих максимумах. Тоже мы видим, что нефть продолжает находиться на низких значениях, в районе 70 долларов. Нефть у нас не растет, поэтому это тоже благоприятствует снижению инфляции. Ну и, как мне кажется, что в целом, вот по основным таким параметрам мы увидим снижение инфляции. Даже, возможно, по такому, как говорится, стике, такому моменту, как стоимость аренды жилья, возможно, мы тоже увидим некое снижение. Вот, поэтому, в целом, я смотрю позитивно на сегодняшний отчет по инфляции. Фьючерс указывает на позитивное открытие. Будем надеяться на это. И тоже отмечу, что после хорошего отчета от компании ВАГА, которая перешагнула, или Бродком, как ее еще называют, которая перешагнула через отметку в тысячу долларов вчера, и имеет капитализацию почти что полтриллиона долларов. Полупроводники вчера показали сильный, скажем так, день. Он не был настолько сильным, потому что в основном, конечно, росла компания ВАГА. Но мы видим, что вот индекс, здесь, вняваясь полупроводниковый ETF, вырос вчера на 3,4%. Ну и, в целом, наверное, это было за счет таких основных компонентов этого ETF, таких как LRCX, которая поднялась на 4,6%, и находится на своем максимуме таких компаний, как CLAC, KLAC, вот это вот у нас лидеры полупроводников, вот они поднялись вчера около 5% наверх. Что касается более мелких компаний, то NVIDIA, к примеру, вчера, ну она не мелкая, она самая большая, но NVIDIA была в минусе, на удивление, непонятно почему. AMD после анонсации своего AI-чипа тоже была плюс 4%, и вчера пробила свой годовой максимум. Поэтому, в целом, история с искусственным интеллектом в игре, с этим нужно считаться, этого нельзя сбрасывать со счетов, и в игре этого будем дальше расти. Это все, что я вам хотел рассказать сегодня. С вами был Саймон Брагинский. Всем хорошего дня, до новых встреч и до свидания.